здрасте милые ребята пионеры октябрята мои старые друзья сегодня я вам покажу как быстро сделать оладушки на две порции они получаются очень пышные нежные и необыкновенно вкусные берем яйцо добавляем ну буквально щепотку соли солить солить вот тесто всегда солите слегка взбиваем рецепт не дюкановский это абсолютно побаловать себя в пир или своих близких деток теперь добавляем две ложки муки вот так с горочкой просеиваем ложку крахмала горочкой чтобы было такую неполную ложку разрыхлителя если у вас будет сода просто погасите уксусом или лимонным соком и все это нужно размешать до однородной такой массы масса получается такая ведь и густая и не размешивается все зависит от яйца у меня яйцо небольшое там жидкости получается не очень много поэтому сюда нужно добавить йогурт можете добавить сметану просто молоко кефир просто квашу ряженку все что угодно у меня я приготовила вчера кефир на канале рецепт приготовления кефира есть и вот сейчас я добавлю сюда свой кефир собственного приготовления ну кто-то назвал что это у меня не кефир а просто кваш вот буквально здесь полторы ложечки я добавлю и опять размешиваем чтобы знаете вот получилась такая консистенция густой сметаны кто-то у меня спросит а можно ли пользоваться миксером или блендером девочки можно в общем размешиваем до состояния когда у вас не будет комочков если кто-то любит сладкие оладушки можете добавить что-нибудь сладкое стевию сахар все что вы хотите коричневый вот такая консистенция получается если вы у вас есть время пока вы там завариваете чай или еще ваши не проснулись и вы можете оставить там на полчасика если уже все сидят за столом то приступаем будем жарить оладушки и так мы вчера немного прервались то есть у меня это тесто я его сделала и она у меня в холодильнике было сутки ничего страшного это даже лучше она такое стало более пластичная замечательно значит так сковородку не разогрета наливаем масло но еще как обычно как вы жарите свои оладушки здесь просто вот эти пропорции ложка крахмала 2 ложки муки одно яйцо разрыхлитель и если нужно лучше всего кефир если нет кефира натуральный йогурт если нет йогурта молоко разбавленную сметану и вот такими небольшими порциями мы выливаем сковородку я люблю маленькие оладушки хотите побольше возьмите половник это вот буквально вот на два человека ну еще котята можно так побаловаться один оладушек моим обычно делим на всех но вообще рецепт очень простой я его придумала сама то есть проба ошибок у меня сюда не получались оладушки такие но не пышные а эти оладушки такие пышненькие получаются буквально там я вот это все в прямом эфире просто сковородка у меня предварительно разогретая поэтому они и сразу меня пожарились это вот просто вот от начала как вы начинаете готовить тесто до того как вы поставите на стол проходит но 7 минут не больше ну 10 минут это очень быстро видите они как пышненькие какие получаются они мало того что они пышненькие они еще вкусные и вот знаете вот если вот так вот у вас вытекает видите вы потом еще раз переворачиваете и вот эту часть вы еще вот так вот придавите и чтобы она пропеклась а то будет немножко сыроватый и весь эффект от ваших оладушек пропадет волшебно и вот эти вот части которые вытекают в их так прижмите вы видите какие все одна порция готова снимаем я не кладу не выкладываю на бумажную салфетку потому что они в общем-то масло в себя по какой-то причине не набирают поэтому иногда вот спир себя с утра можно побаловать все остатки теста сейчас выливаем и готово ну в общем вот так получилось здесь получилось 9 штук это совершенно вот на две порции если вы хотите сделать побольше возьмите на одно яйцо две ложки крахмала и 4 ложки муки и разрыхлитель и в общем то получится также вкусно пышненькие вот ну что мы предлагаем мы предлагаем чай с молоком йогурт натуральный греческий и варенье и вот такой приятный завтрак всем приятного аппетита всем здоровья пока как мечталось так и сталось до свидания спасибо за а